Всем привет из вечерней Алании. Город Ажил. В предыдущем видео вы видели обу. Народу было мало, а сейчас посмотрите жара спала и народ все гуляют на улице. Вот здесь ребята играют на гитаре. Сегодня в субботу вечером я встретилась с Ромой и с Ритой, они приехали из Дростово. Ну, конечно, где мы с вами познакомились? На ютубе? Познакомились с помощью ютуба. В общем, ребята приехали в Аланьи, уже третий раз приезжают в Аланьи. И нравится вам? Очень нравится. Классно. Вы как приехали? Своим ходом по путевке? По путевке. Горящий тур взяли. Недорого пошлось. Довольно быстро. Сколько? На сколько дней? На 11 ночей, сейчас скажу, будет 14 тысяч на человека, а тройка все включено. С билетами? Да. С билетами, с трансфером, со всеми. А самолет прямой? Да, Ростово, Ростово, Анталия. Если была Аланьи, то была шикарная. Отель Эмир Фоси Бич. Три звезды. Хороший? Очень хороший. Как ей, да? Очень хороший. А где он находится? На Клеопатре? Нет. Оба. А, обе. Около там. Нет, нормальная, средняя тройка. Я бы сказал, поскольку мы в разных были тройках. Самая лучшая была как раз в Анталии. Да и в Сют-Лагунах. Ну, там просто была такая обочая всяк. Снова ремонт там, все-все-все. Ну, хорошая, нормальная тройка. Мы все-таки приехали не в отеле сидеть, а гулять. Вот, что я люблю. Не в отеле сидеть, а гулять. Зачем переплачивать? Можно было и пятерку легко взять. Ну, смысл. Ладно, зимой, когда, допустим, погода там бывает не очень, и пятерки есть. Там бассейн с подогревом, да, еще как-то. Мотивирует на что-то. А сейчас уже смысл. Вот, самое главное. Выходить из отеля, гулять, все смотреть, пробовать. Конечно, конечно. Погода отличная. Мы уже купаемся, загораем. Вы купались? Я завтра первый раз думаю пойти. Мы каждый день купаемся. Водичка еще кудренькая, нормально. Заходить холодно. Купаемся, загораем, гуляем, все классно. Я сегодня была на пляже в Обе смотрела. Народ там активно. У нас активно. Загорают вообще полно. Даже местные как-то подтягиваются. Короче, я завтра рискну. Но я хочу надо... Кстати, вот здесь вот за крепостью самый классный пляж, который вообще есть. Вы не купались? Мы не купались. Мы не купались. Там где... Мы туда на тыльном? Нет, вот, вот здесь прямо. А, вот прямо здесь? Да, да, да. Сейчас я вам покажу. Здесь самый классный пляж. И от него можно доплыть прямо вот до Судоверфи. Там просто, я не знаю, дно классное. Видно, как построена сама Судоверфи. В общем, в таких исторических реалиях плаваешь. Да, там очень классно. Можно попрыгать. Правда, там нельзя? Нельзя прыгать. Но все прыгают, как в Турции. Что нельзя, то можно. В общем, мы с ребятами гуляем по Аланье. И пойдем сейчас пить чай и общаться еще больше. Вот такая вот красивая панорама открывается на Судоверфь ночью. Я думаю, что многие из вас здесь были. На крепость и на ресторан на набережной. Ну и, конечно же, суббота вечер. Народ отдыхает, поет. Мы уже дошли до кафе, который многие из вас видели в других видео. Рыбацкая кафешка. Прямо на набережной. Здесь продают, кстати, только чай, кофе. И, по-моему, сэндвичи, и все. Еды. Девчонки. Ага, еды здесь никакой другой нет. А, еще продают балык и кмек. Это булка с рыбой и салатом. Вы не ели? Очень, кстати, вкусно. Стоит она, по-моему, 7-6 или 7 миль. Просто белый батон. Как булка, как у хот-догов. Только большая. Ну, обычно турецкий клеп. Внутри рыба, салат, лук. Ну, вкусная, кстати. Вот мы сидим в кафе и сейчас зададим пару вопросов. Пару вопросов про Аланию, про отдых. Как вам? Кстати, у нас тут такой вид классный открывается. Прежде чем задам вопрос, сейчас я вам покажу, какой у нас здесь вид. Вот такой вот вид у нас открывается на Аланию из этой кафешки. Вот это рыбацкие лодки, на которых рыбаки выходят в море и ловят рыбу. Там все дискотеки, прогулочные яхты. И отсюда открывается вот такой классный вид на крепость и на Красную башню. Ну, а теперь давайте пойдем к нашим знакомым из Ростова и зададим им пару вопросов. Расскажите про вашу любимую турецкую еду. Что пробовали? Ну, в основном-то мы в отеле, конечно, питаемся. Тем более все включено. А так... Мы попробовали кебабы. Да, год назад, когда мы были. В это же время год назад мы были здесь, в пятерке, чуть дальше от нашего отеля, почти там же. И ходили, пробовали, да, в местной маленькой кафешке. Как он назывался? Ну, я не знаю, кебаб, донар одно и то же. Донар похож на люля-кебаб. Да, только нам несколько разных принесли. Несколько разных блюд. Все эти закуски к нему. Да, да, со специями. Там очень вкусно было. Рублей, может, 600 вышло. Примерно 550-600. Ну, наели вдвоем. Да, ну, было очень вкусно, но название мы, к сожалению, не знаем. А пиде не ели? Пиде... Это... Турецкая пицца, в общем, как турецкая пицца. На тесто кладут мясо, либо сыр, запекают это... Ну, как пицца. А, только там зелень и мясо или сыр и все, да? Нет, мы ели вот лепешки турецкие. Лепешки мы ели вот, кстати, которые на рынке готовят. А, гёзлиме. Гёзлиме. Да, да, да. Вот, да. Мы вот это ели, да. Да, гёзлиме. Гёзлиме. Пиде попробуйте. Есть лохмаджуны, они вот такие круглые. Лохмаджуна, это прям турецкая пицца. Очень мелкое-мелкое мясо измельченное, даже фарш. С зеленью. Ну, как пицца. И на лепешке, на такой хрустящей. А пиде, она такая вытянутая. Да? И тоже есть с мясом, есть с рубленым мясом, есть с мясом и сыром. И есть просто с сыром. Где были в Аланье? Что видели? Сколько вы, кстати, здесь? Третий раз уже, да. Четыре дня. Да, уже четыре дня. Четыре дня, третий раз. Третий раз, да. Были ровно год назад в это же время и были зимой. Зимой, кстати, тоже хорошо рекомендую. Тоже низкие цены. Ну, погода чуть похуже, конечно. Ну, в сравнении с российской погодой все равно очень. Ну, погулять там, сходить на замок, там, достопримечательностей посмотреть. Нормально. В замке были в разной башне. В замке были в разной башне. И в пещерах Дамлаташ, и на Димчай ездили. И в Сиде ездили своим ходом. Ну, в общем. Пешочком ходили в Макмутлар, гуляли. Что еще такого? На канатной дороге? Нет, еще не подальше. Только год назад ее только, по-моему, еще строили. А вот сейчас... Мы пешочком. Мы пешочком везде гуляем пешочком. Тут нам с отеля, кстати, увидели нашу заинтересованность с бананами и предложили, значит, буквально 5 долларов от человека отвезти нас в сторону Газипаши. Туда, куда-то чуть дальше нас ждет. 30 минут, в общем, от этого района, где у нас отель. 5 долларов с человека. И вот покажут, как бананы там растут. Значит, вот такая мини-экскурсия по бананам. Ой, это что-то новенькое. Да, да. Ну, это вот чисто там местные ребята, которые работают в отеле. И они предложили. Ну, думаем, что надо посмотреть. Съездите, посмотрим, огромные плантации в Газипаши. Да. Просто заросли. Да. Вот это интересно. Потому что, что удивляет, что столько лет... Я первый раз был в Турции 17 или 18 лет назад. И с тех пор, надо сказать, набор экскурсий, какой он был, такой он и есть. Ничего не изменилось. И гиды все так чуть ли не насильно пытаются продать тридорогие экскурсии, не понимая того, что как минимум те, кто был несколько раз, уже скорее всего все эти экскурсии видели. А в Памуккале ездили? В Каппадокию, Памуккале? Ну, в Каппадокию нет, а в Памуккале я был. Ну, давно еще. Ну, мы еще были в Миро-Миро-Кеково. И в Аквапарке в Велике были, и в Урлами были. А куда хотите еще в Турции съездить? Какой-нибудь город есть? Вот прям хочется посмотреть. Не знаю, может в Сиде еще раз бы съездили. Кстати, там есть что посмотреть очень даже. Стамбул. Ну, Стамбул, наверное, ближе к лету ехать, потому что там холоднее. Город, конечно, интересный, но надо туда отдельно лететь, отдельно брать туры и туда ехать на несколько дней. Или своим ходом тоже можно. Своим ходом спокойно. Сел в Газипаше через Часты в Стамбуле. Народ даже на день летает. Есть, кстати, Зульфия, привет. Зульфия, если будет смотреть, она вот как раз летала, а не в прошлом году на день, да. По Стамбулу. Галопом, галопом, галопом по Стамбулу они. На день до Стамбула, я считаю, это очень мало. Да. Это не то. Как вам море? Купались? Вы же купались уже? Водичка бодряще. Заходить прохладно, конечно. Ну, сколько сейчас, градусов 19. Плаваешь очень тёмно. Поплаваешь очень тёмно. А потом, если плаваешь, то нормально. Да. Ну, надо плавать, а то будешь быстро загонзать. А так хорошо. Да. Водичка хорошая. Загорать. Зато ещё сейчас нет жары, и вот такое комфортное как раз время, что нет жары и тепло при этом. Хорошо. Летом, конечно, будет тяжелее в этом плане. Но, кто к чему привык, на самом деле, нравится. Почему в Аланию ездите? А, вы же в Анталии ещё были? Да, в Анталии были. Мне как-то здесь энергетика больше нравится. Не такой большой, как Анталия. Более уютный, как-то тут спокойнее. Я не люблю сильно людные места и сильно большие отели, например. Поэтому редко пятерки выбираю, потому что там обычно много людей. Ну, лично мне это не нравится. Кому-то может нравиться. И, конечно, всё зависит от того, с какими целями ехать в Египет. Поэтому тоже выбирается отель для тех или иных целей свой. Вот, а так... В общем, вы те туристы, которые выходят и смотрят, что находится за территорией. Ещё, конечно, в Турции отличное соотношение цена-качество и удобство. По дороге. Ну, лично нам с Ростова на дорогу. Лёшево, быстро, близко. Прямой самолёт. Сколько лететь? Два? Чуть больше двух часов. Два часа десять минут. Два часа десять минут. Два раза дальше, чем до Стамбула. В принципе, что тут лететь. Да. И цена хорошая. И за эту цену хороший набор всего, я считаю. Да, да. Сервис хороший. Климат хороший. Море и красиво. Всё хорошо. Да, да. Никакого. Но вы по горячей путёвке, да? Да, да. Мы горячие туры выбираем, да. Это за сколько дней до вылета вы их покупаете? Два, три, четыре дня. Вот так вот. Не больше. То есть вы рисковые ребята, да? Ну, у нас так позволяет. Мы на себя работаем, поэтому можем, в принципе, сорваться. Мы можем даже на следующий день, или через час, или через два. Конечно, работая по найму, там было бы сложнее. Да, можем собраться. А, то есть вы отслеживаете цены и если что берете? Да, да. Можем даже сайты сказать где. Ну, в России мы отслеживаем на каких сайтах, да. Да, мониторим. Удобно. Зашел каждый день, там, минутку уделил, уже смотришь, что изменилось. Правда, бывает такое, что цена даже за день меняется. Вот. Год назад мы вот были в пятёрке. Это отель Катя. Пятёрка. Всё включено. На неделю прилетели восемь с половиной тысяч на человека. Да. Мы вообще считаем просто. Вообще даром. Просто копейки, да, да. Вы летали за день, вот там. Сегодня купили, завтра. Кстати, вот в этом-то плюс, когда покупаешь туры в России, потому что в Турции нет понятия горячие туры. Вообще. Они есть, конечно, но само понятие горячий тур – это очень дёшево, да. Ты купил и завтра полетел. В Турции под горячими турами подразвивают там скидку вообще минимальную. То есть, к сожалению, да. И вот, например, мы… Покажу своё лицо, а то я всё за кадром. И вот мы, например… Я привыкши к тому, что можно купить там горячий тур в Европу, да, в Таиланд и так далее из России дёшево. Здесь, в Турции, я даже знаете, какие варианты смотрю иногда? С пересадкой в Москве. То есть, чтобы тур стартовал из Москвы. То есть, мы долетаем там до… с Истамбула до Москвы и далее у нас уже тур идёт из Москвы. Потому что, если покупать в Турции пакетные туры, это очень дорого. Да? И мы всегда ездим только своим ходом. То есть, мы берём… Да. Мы берём… Билеты на самолёт, отель мы резервируем. Резервируем все сами. И это выходит намного дешевле, чем… Чем туров ехать. У нас, наоборот, пакетный тур дешевле получается. Мы удивимся. Ну, вот здесь нет такого понятия. И сколько я не искала пакетный тур… Хотя, если механику разобрать горящего тура, почему получается горящий вид тур? Операторы оптом выкупают чартеры, выкупают места в отелях. Ладно, места в отелях. Никуда не деваются на чартер. Если он должен лететь, он летит. В зависимости от того, проданы эти билеты или не проданы. И вот механика в чём, что они, когда видят, что мест ещё много на самолёте, там вылет скоро, например, через 2-3-4 дня. Поэтому они сильно начинают снижать цену, чтобы хоть что-то вернуть. Вот эти места, чтобы они не пустые полетели, а хотя бы… Потому что они-то уже выкуплены. А, вот в этом-то и причина. Потому что из Турции в другие страны чартеров нет. Летаем мы на регулярной. Да, да, да. Поэтому всё, теперь понятно. Поэтому проще нам всегда долететь. Очень многие мои знакомые так делают. Подружка недавно летала в Индию. Москва, Стамбул, Москва полетели, да. Все так летают. Таиланд тоже. Малайзию тоже. Все через Москву. Потому что со Стамбула до Москвы тоже недорого долететь. Особенно если тем же самым чартером. Даже не из Стамбула, а из Анталии. Да. Поэтому мы хотим дешевле путешествовать из Турции. Ну конечно, можно чем переплачивать, да. Когда можно платить меньше, а летишь-то всё равно в том же самолёте. Да. Даже бизнес-класс тоже. Если бы он в каком-то особенном самолёте был, я бы ещё понял. Но он же в том же самолёте точно. И что случись, как бы, всё одинаково. Да, да, да. Мы уже пришли в торговые ряды. Жизнь кипит здесь народ. Ну конечно, ещё народу мало. Вот там какая-то движуха. А, кстати, вот эти скульптуры каждый год в Алании проходит фестиваль резьбы по камню международной и по дереву. И потом все вот эти скульптуры расставляют по городу. Здесь находится парк кошек. Написано, проходить очень внимательно. Сейчас посмотрим, где кошки. Кошки, кошки. Наверное, все спят в своих домиках. Вот такое вот здесь всё зелёненькое. Красивое даже ночью. Видите, всё подсвечено. Поэтому вечером, сейчас уже 11 ночи, можно гулять. Вот первый представитель. Красивый кот, иди сюда. Коты разбежались. Не видно никого. Вот здесь у них стоит кормушка. И вот кушают. Им принесли ужин. Котики кушают. Кот, ты спал, мы тебя разбудили, да? Ой, такой красивенький, чистенький. Что? Кот, ты рядом с рыбой? У нас нет еды. В твоём домике есть еда. Иди. У тебя глаза ещё не открыл даже. Мы пришли ещё в одну кафешку, и что мы делаем? Снова пьём чай. Снова пьём чай. Айхан, по тебе все соскучились, спрашивай. Айхан уже вернулся, вот Айхан. Все устали немного, уже 12 вечера, уже поздно. Поэтому все приезжайте в Аланью. Да, приезжайте в Аланью. Здесь хорошо, тепло, недорого. Хорошо относятся к нашим. Вообще не рекомендуйте. Приезжайте, расслабляйтесь. Приезжайте в Аланью. Точно. Я думаю, что вам понравится. Ну, а на сегодня мы все с вами прощаемся. Айхан. Спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик. Привет.